Друзья, всех приветствую на нашем канале. По заставке вы, наверное, уже поняли, что у нас сегодня будет за ролик. Я желаю вам приятного просмотра и хорошего настроения. Друзья, фотографию, которую вы сейчас видите, мне скинула моя жена Люба на WhatsApp. Ну и следом такая мне говорит, смогешь сделать такую же этажерку? А я с дуру взял, да и ляпнул. Смогу, говорю. В этом ролике вы увидите, получилось ли у меня собрать такую же этажерку или же нет. Не знаю, друзья, получится у меня сделать эту этажерку или нет. Потому что нет ни размеров, нет ни понятия, как она собрана. В общем, чисто вот эта фотография. Надеюсь, друзья, у меня все получится. Я подготовил материалы, из которых я буду делать этажерку. Далее, сейчас будем пытаться ее собрать. Здесь будет у нас основание, как вы видели на той фотографии. Посередине будут крепиться четыре бруска в высоту. И на каждом этаже будут вот такие полочки. Налево, направо. Ну, как вы видели в той фотографии. Нарезал вот такие вот рейки. Установил два бруска понизу. Сейчас буду крепить рейки к этим брускам. Ну что ж, будем пробовать. Я надеюсь, у меня все получится. Так, друзья, сейчас будем собирать каркас с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, на этой фотографии у косин вообще не видно никаких, как я уже говорил. Но, сделав по такой схеме, как и сделано на фотографии, просто просадив бруски на саморезы к нижней конструкции, получается, она держится только на саморезах, эти четыре бруска. Друзья, я понял, что, когда я собрал это все, она вся шаталась, естественно, в разные стороны. То есть, держаться она таким образом точно не будет. Не знаю, как там она держится. В общем, я делаю сейчас второй этаж, я посадил на уголки эти бруски. Будем продолжать, друзья. Приятного вам всем просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, доделываем уже последний этаж. И я вам уже покажу готовый результат. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, вот такая вот этажерка у меня получилась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, получилось ли у меня собрать эту этажерку, исходя из той фотографии. Какие действия я буду делать дальше с этой этажеркой. Если Люби понравится эта этажерка, то я ее разбираю, прохожу рубанком, шлифую, покрываю пропиткой под цвет, который она захочет. Все это высыхает, и мы ее снова собираем. И то есть уже вид совершенно другой будет. Единственное, что меня напрягают вот эти уголки, потому что я их сделал так, как она вся шаталась. И смотрите, если, например, покрыть ее пропиткой под дерево коричневого цвета, к примеру, то можно и уголки подобрать коричневые. И может быть они не так будут бросаться в глаза. В общем, этажерка сделана. Если Люба оценит ее, то я ее обработаю и доведу уже до финиша. Я просто хотел снять видео на эту тему, смогу ли я ее собрать вообще в принципе. И с вами первый раз я ее собирал, прям с нуля. Размеры сам придумывал, исходя из фотографии, примерно прикидывал. С этой этажеркой я хочу снять еще один ролик, когда я ее буду дорабатывать. То есть проходить рубанком, шлифовать, покрывать пропиткой. Но этот ролик, если выйдет, то выйдет он, наверное, уже летом. Потому что сейчас дальнейшее действие на канале это ремонт, ремонт, еще раз ремонт. Мы к этому вопросу вернемся. Я просто в этом видео хотел вам показать, смогу или нет. Вот. Вот что у меня получилось. Пишите ваше мнение в комментариях. Неплохие такие полочки для цветов, я считаю. Друзья, ну а на этом я заканчиваю наш ролик. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что смотрите рекламу. Пишите в комментариях, как вам эта этажерка. Получилась ли она у меня или нет. Ну а на этом все, друзья. Увидимся завтра в новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...